Привет, друзья! Мы приехали прогуляться. Сейчас самый красивый свет для съемок. Кстати, садится солнышко, и все очень четко видно, цвета очень яркие. Когда яркое солнце, иногда оно искажает зеленые деревья. Я в своем платье, которое заказывала давным-давно с Алиэкспресс. Оно такое в Бохе стиле. И я вам оставлю на него ссылку, если, конечно, она еще вообще жива и действует. Мы находимся на такой типичной турецкой улице с магазинчиками, мини-бутиками, ноу-нейм. Здесь все очень дешево. Можно одеться там чуть ли не за 50 лир, потому что все местного производства. Сейчас я вам покажу, где мы находимся. Кстати, сейчас, по-моему, я видела нововведение, что будут штрафовать, если вы не пропускаете пешеходов. Кстати, мы переходим в неположенном месте. И на меня едет машина. Вот здесь продается кофе, и вот эта машина делает... Орехи она, что ли, жарит? Что там написано? Temizlik. Я плохо вижу. В общем, эти машины профессиональные, чтобы кофе... Кофе молоть, по-моему, и орехи то ли обжаривать, то ли что-то с ними делать. В общем, не важно. Балетки 30 лир. Как-то так. Мне нравится вот это зеленое платье, и юбка, похожая на мою, но с валаном. Кстати, здесь чуть-чуть закрыто. Это прикольный магазинчик. Все для дома. Вот, как правило, вот то, что стоит на улице, оно имеет гораздо низкую цену, и вы смотрите, и это работает как реклама. Вы заходите внутрь, а там цены, естественно, в два раза выше, а то и в три. Ну, как бы висит такое, знаете, не очень прикольное что-то. Это все апельсины. Они уже отцвели, а новые плоды еще не завязались. Старые уже все. Они завязались. Вон, зелененькие плоды, но вам, наверное, не видно. Мне кто-то писал, кстати, мне продолжают люди писать, что... Вот, видите, еще. Здесь надо много рыться, чтобы что-то прикольное найти. Мне кто-то писал, что о том, как я хожу... Сейчас я на себя переключу. Сейчас и народ продолжает писать подобные вещи из серии «Можно ли у нас в городе ходить одной девушке по улице?» Вы знаете, меня тут так вымораживает, вы себе даже представить не можете, потому что мне казалось, что у всех уже есть интернет, есть форумы, есть блоги, в конце концов. Сейчас вам покажу вот девушку в шортах. Она уже зашла. К сожалению, не успела вам показать девушку в коротких шортах. В общем, я вам показываю улицу. Вы смотрите сами и делайте выводы сами. Как можно ходить, где можно ходить, в чем можно ходить, с кем можно ходить и что можно делать. У нас, кстати, в моде, в Турции, особенно, такой вот спортивный стиль. Очень многие ходят в кроссах, в лосинах. Я не знаю, как им не жарко, мне было бы жарко, вот в дудочках особенно. Вот этих вот собак здесь кормят. Я решила все-таки зайти в этот бутик недорогого шматья посмотреть, может быть, что-нибудь там интересненькое будет. Хотя мне, естественно, главное не навернуться. Мне, естественно, ничего не надо. Я, наверное, там внутри снимать не буду, потому что внутри всегда на меня ругаются. Если что-то куплю, вам покажу. Если нет, то, соответственно, нет. Короче говоря, зашла, я посмотрела где-то в три магазинчика. Мне понравилось там пару платьев, но вот, как я вам говорила, проблема, да. Там L размер, но он такой крошечный. И мне сами даже девочки сказали, что вам это не подойдет. Даже если вы в жизни носите L, вам нужен XL или два XL там. Ну, платья такие, знаете, в серии халатик ходить по жаре. То, что мне было бы сейчас надо. Ну, нет, так нет. Как говорится, не мои лекала. Солнышко уже садится и уже снимать не так хорошо становится. Мы идем просто, просто ходим, просто глазеем на всех. Сидеть, честно говоря, где-то уже неохота. Ну, может быть, где-то посидим, я, конечно, не знаю, но у меня уже отсидение, честно говоря. У меня отсидение уже заведет день. Болезно говоря, отсидение болит попа, потому что днем никуда не выходишь и хочется уже подвигаться, уже кости просто даже болят от обездвиженного состояния. Мне муж пошел водички купил. Вот эта машинка, по-моему, жарит семечки. Смотрите, как прикольно девушка одета, да? Так нравится ее ночнушка. Ну, это не ночнушка, это я так называю. Такое платье ночнушка, как у меня сейчас, примерно такое же, размахайстое. Трендовые босоножки, которые продаются сейчас в Заре, везде, очень классные. Мне они нравятся. У меня босоножек, правда, полно. 30 лир они в соли стоят. Мне вот эти нравятся. Прикольные. Девчонки, вот это мой любимый магазин. Боалар, где я покупаю всякие шампуни, краску для волос. В общем, все, все, все. Я не знаю, есть ли в других турецких городах такой магазин, но здесь есть все. дофига просто зубной пасты, но я не могу понять, почему в Турции такая дорогая зубная паста. Очень дорогая. Знаете, какую я люблю? Я люблю обычную, обычную. Она, кстати, по цене самая дешевая, но я ее беру не потому, что она дешевая, потому что она мне очень нравится. Вот, тройная Colgate. Очень классная. Мне нравится вкус ее. Сейчас рекламируют везде сигнал. У меня есть сейчас сигнал, но мне вот это больше нравится. Это сигнал достаточно дорогая. И, смотрите, сколько здесь всего. Мне посоветовали выкупить детский шампунь, чтобы мыть волосы летом, потому что летом мышь волосы каждый день. Я хочу попробовать детский шампунь. Интересно, как он будет вся эта стена окрашенных волосах. Да. Видите, сколько всяких средств для волос укладочных, и не только. Вот это вот турецкая марка Epec. Мне очень нравятся их шампуни. Хаджи Шакир, тоже неплохие. Это, кстати, по поводу подарка, что можно провести. У них бальзамы есть. И вот это вот от Аджи, якобы, натуральное, но оно не особо натуральное. у меня был вот такой вот шампунь. Но это, по-моему, кондиционер. Да, да, да. А, нет, вот такой у меня был. Вот такой шампунь. Смотрите, линейка сухих шампуней от Urban. Именно я про сухие говорю, я про другие не говорю. Мне вот в паре один раз вот такой волюм. У меня, кстати, да, вот такой волюм. И они здесь по скидке идут 25 лир. Вообще они 42 стоят. И, знаете, он перестал выдавать мне вот эту пудру буквально через пару применений. То есть это какой-то обман. Это шампунь от Аджи. Вот эти мейвели, которые фруктовые, очень вкусно пахнут. Обязательно потестите и как вариант подарка. Дерский отдел. Смотрите, здесь в основном долин. Это, по-моему, турецкая марка, очень популярная. Я сейчас буду здесь нюхать все. Здесь так все вкусно пахнет. Есть, смотрите, даже детская колония мандариновая. Ну, колония, вы знаете, да? Это спирт такой. Она интересна на спирту или нет? Непонятно. Я не могу найти состав. Но она не должна быть на спирту. В общем, прикольно. Все эти турки сделали колонию даже для детей. Вот эти вот два варианта пахнут очень вкусно. В колонии все-таки есть спирт. И вот есть еще вот такие вот, но они без запаха, но они огромные. Мне такое не нужно. Я хочу просто попробовать, как будет себя вести шампунь на моих полосах детский. И это не просто шампунь, это еще для тела. Жидкость. Мы бегаем с собой, но с собой, а мы... С собой, но с собой, но с собой. Жидкость. А сейчас жидкость. Это не только шампунь на моих. И как я... Поскольку сейчас вводят постепенно новое правило, чтобы пропускать пешеходов, и, кстати, начали это делать уже, я уже об этом как-то говорила, и водители, водители все перепутали, они начинают останавливаться на зеленый свет, точнее, на красный свет, когда они могут ехать, но они начинают пропускать. Так забавно. Ну, а мы закончили наши дела, и, наверное, пойдем уже домой. У меня муж устал, хочет домой, я не хочу гулять, как обычно. Но слово уставшего человека закон. И поедем есть мороженое и арбуз, и черешня. Взяла я в итоге вот этот вот. Это и гель для душа, и шампунь Долин детский. Я посмотрела, это кажется, вроде бы, турецкая марка, сделана в Стамбуле. Состав достаточно химический, конкретно такой химический. этого исследовало ожидать. Но запах очень вкусный. Кстати, вот это похоже на микрофон, видите? Написано, что в общем, без слез, короче говоря. Но мне это не принципиально. Я как бы не плачу за шампуни. Но посмотрим, как будут вести себя мои волосы. Я просто взяла его из душа, поэтому он такой мокрый. У меня муж им пользовался. Посмотрим, что будет с моими волосами. Сейчас делаю наш вечерний кофе. Это обычный у нас такой вечерний ритуал. И на ночь чаще всего, иногда пьем и турецкий, но чаще всего мы пьем растворимый кофе. Помните, не знаю, кто у моего возраста, наверное, помнит о том, что в детстве, ну, по крайней мере, моя мама так делала, она смешивала вот этот кофе с капелькой молока и можно и с водой, по-моему, и вот так вот она его взбивала, ну, размешивала. Такой потрясающий запах разносился по всей кухне и это нужно было для того, чтобы получилась пенка. Я не знаю, что это за такой советский лайфхак, но так раньше делали. В Турции любят растворимый кофе, несмотря на то, что он вредный, вообще не пойми, с чего делается. Я тоже, честно говоря, люблю растворимый кофе. Мне нравится его запах. Иногда хочется выпить растворимого вместо обычного крепкого турецкого или фильтрованного. Вот видите, в одной чашке я взбила, размешала с водой, в другой нет, пена получилась в принципе одинаковая. И будем есть мороженое. Я люблю мороженое Cardor. В последнее время мне оно очень нравится. Еще мне нравится Magnum, такие готовые на палочках разные, с черным шоколадом есть всякие. Действительно, очень вкусное мороженое. И в этот раз у нас просто сливочное, но оно все-таки достаточно сладкое. Я не знаю, почему мне в последнее время все кажется таким сладким. Когда привыкаешь есть шоколадку биттер, все кажется просто невероятно сладким после этой шоколадки. Когда это твоя единственная сладость в день, после этой сладости все кажется безумным, безумно утрированным. Я сейчас буду раскладывать мороженое, заберю чуть-чуть кофе и будем наслаждаться сегодняшним вечером, хотя время уже, кстати, поздновато, поздно, полоденнадцатого для мороженого это по-хорошему. Но я в такую жару, честно говоря, не могу сдержаться и все равно пью холодную воду. Очень хорошо, кстати, охлаждает холодная вода. Хотя говорят, что этого тоже делать не надо. Нужно пить воду комнатной температуры. Мороженого, кстати, осталось немного, поэтому мы сильно не поправимся в этот раз. Очень многие у меня спрашивают о том, почему же я не показываю своего мужа в видео. Очень такая актуальная тема для ютуб-блогеров. Но я вам скажу так, что я его показываю. Он у меня мелькает иногда в видео и он как бы не хотел сниматься. Он не публичный человек. Я, честно говоря, тоже особо не хотела, чтобы он снимался. Но сегодня он мне говорит, давай сделаем совместное видео. Я, в принципе, не против. Если человек хочет, как говорится, хозяин-барин, если хочет совместное видео, то мы его, я думаю, что сделаем. Вот такая вот у меня для вас есть новость. Но если я пообещала, значит, теперь точно надо будет делать. Но когда, не знаю, потому что это нужно будет собраться. Когда ты одна что-то делаешь, себя проще собрать. Одну, да, когда есть еще у тебя какой-то компаньон, нужно собрать еще и его. Вот. Когда мы соберемся, у меня, в принципе, есть идея. Когда мы соберемся, я вам сообщу об этом. И вы об этом... Я вам не сообщу видео, об этом... Видео выйдет, в общем-то, да, что об этом сообщать-то. Когда? Правда, не знаю. Вот. О чем будет видео, я уже, в принципе, придумала. Да, я думаю, что я не поменяю свое мнение насчет идеи видео. Почему я снимаю на фоне хлорки? Это так неромантично. Это так по-турецки, да, снимать на фоне хлорки. Вот так вот сделаю. Лучше будет на фоне у меня пусть крымская тарелка. Да, у меня есть идея по поводу видео, и видео будет, я думаю, что смешное. На первый раз. Как пойдет, посмотрим. Надеюсь, что получится хорошо. Продолжение следует...